Здравствуйте, уважаемые зрители, это снова я, это CryptoSpy, это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем. Давайте посмотрим на котировки ведущих криптовалют согласно сайту CoinGecko. И здесь видно, что биткоин зафиксировал очень-очень солидный рост за последние 24 часа. На этот раз он перешагнул психологический уровень в 28 тысяч долларов за одну цифровую монету. И таким образом на графике нарисовался новый исторический максимум. То есть тут уже каждый день, как я вчера говорил, рисуются новые исторические максимумы. И я хочу сказать, что это мне как-то напоминает тот период в 2017 году, когда я еще работал в брокерской компании. И мы тогда ежедневно утром, когда приходили на работу, включали там компьютеры, графики и говорили, вот сегодня если клиенты там будут просить консультации, когда лучше было бы покупать биткоин, мы бы сказали, вчера нужно, вчера нужно. Потому что каждый день тут новый исторический максимум. Но это в таком шуточном виде, что вот вчера был самый удачный день купить биткоин. На самом деле это мне сейчас напоминает немножко эту ситуацию, когда мы каждый день видим новый исторический максимум. Получается, что вчера нужно было покупать в качестве таком шуточном виде. Конечно, я когда говорю, что сравниваю текущую ситуацию с 2017 году, это не значит, что мы сейчас на графике находимся там на какой-то вершине. Вот сейчас график развернется и начнет падать. Нет. Я считаю, что это начало нового бычего тренда. Без сомнений, здесь будет и волатильность периодически. Но в целом я считаю, что в ближайший год, 2-3 мы увидим значительно более высокие уровни. Так что я не считаю, что мы находимся на данный момент на неком историческом новом максимуме, который сформируется, цена лопнет и там 3 года практически будем падать. Нет. Как было, например, в конце 2017 года. Итак, сегодня что я хочу сказать. Вы знаете, вот когда смотрим рынок в основном зеленом, в биткоин, цена повышается. Я периодически смотрю, кто что говорит, что считает сейчас необходимым. И проверяю твиты, например, ведущих там инвесторов в биткоин, в криптовалюты, разработчиков таких как Tim Draper, Adam Beck и так далее. И сегодня я затронул тему по поводу институциональных инвесторов. Но до этого хочу, например, показать вот твит, который выложил Tim Draper. Он снова написал, что его прогноз, что от текущего уровня биткоин вырастет в 10 раз к концу 2022 года или в начале 2023, скорее всего, для него актуален. Мы помним, что еще в 2017 году он сказал, что в конце 2022 года биткоин дойдет до 250 примерно тысяч долларов. Так что он считает его свой прогноз актуальным. Конечно, когда цена повышается, вероятность того, что этот прогноз будет увеличивается. Адам Beck, вы знаете, ну, он тут написал в суточном виде, вот, 26 декабря 26 тысяч, 27 декабря, например, 27 тысяч. Ну, он написал, давайте немножко остановимся, потому что 28 тысяч уже график перешагнул, а сегодня пока еще 27 число, так что это уровень на завтра, уже потом 29 тысяч. Итак, однако я здесь увидел тоже один интересный твит, который он ретвитнул, и здесь по поводу того, что здесь написано, stay safe, крипту is not an asset class, there is only Bitcoin. То есть, по сути, согласно этому, согласно этому твиту, говорится, что единственное, биткоин это надежный актив, криптовалюта, все остальное практически не стоит другие криптовалюты. Я решил посмотреть вот этот твит, который написал CryptoCutter, и здесь начал периодически читать, что было написано. Почему другие активы не считаются, криптовалюты не считаются надежными активами. Без сомнений, я считаю, что биткоин на данный момент самые надежные токены или криптовалюта, без сомнений. Но сказать, что другие криптовалюты, они плохие, я считаю, что это немножечко неправильно, потому что на самом деле я лично хочу сказать, я пользуюсь многими другими токенами, криптовалютами, в том числе вот видео, которое сейчас делаю, идет на Hive Blockchain. Я считаю, что у Hive очень хорошее применение, то есть, как говорится в криптовалютном мире, use case. То есть, когда человек пользуется и другими блокчейнами, их тестирует, видит, какая выгода там по сравнению с централизованными аналогами, то я считаю, что очень много хороших экосистем. И здесь мне что сделало впечатление. И здесь в основном, поскольку я понимаю, речь идет о том, что это старый пейпер или старый документ 2017 года, что у биткоина все хорошо, потому что там приходят институциональные инвесторы, и вот сейчас снова начнут институциональные инвесторы вкладывать в биткоин. И вы знаете, мне практически вот эта тема достаточно интересна по поводу институциональных инвесторов, как они практически могут поднять некую криптовалюту, чтобы цена взлетела и так далее. Вы знаете, я с этим не согласен. Я это неоднократно повторял 3 года или 4 года, то есть, начиная там с 2017 года, то есть, 2017, 2018, 2019, 2020 год. И почему я считаю, что институциональные инвесторы, они практически невыгодны для развития криптовалютной индустрии? Но это лично мое мнение, может быть, я не прав, я неоднократно это говорил, потому что, давайте вспомним, одно из ключевых преимуществ появления криптовалюты или биткоина, это отсутствие, как говорится, trusted third party toys. Я, поскольку помню, когда я изучал биткоин и все эти white paper, документы, преимущества, сайт, который в это время был популярен, например, 3-4 года назад, там всегда говорило, что биткоин, конечно, у него много преимуществ. Одно из этих преимуществ, это тот факт, что здесь не нужен посредник, не нужны вот эти институциональные инвесторы, банки и так далее. Это peer-to-peer вот электронная система, где можно обойтись без посредника. Я сейчас всегда это говорил. Вы знаете, раз мы приходим к биткоину и криптовалютам из-за многих из этих преимуществ, одно из них, которое практически отсутствие вот этого intermediary, middleman или third party или посредника, зачем нам тогда должны вот эти спасать нас институциональные инвесторы, которые являются классическим примером централизованной финансовой системы посредника, финансового посредника. То есть институциональный инвестор это тот, который получает от обычных людей денег и инвестирует эти деньги, вкладывает, например, в те бизнесы или акции или местечко, где практически капитал нужен. То есть они являются посредником между участниками финансового мира, у которого есть на данный момент избыточные ресурсы и те, которые требуют ресурсы. Вот они являются посредником. И вот когда я слышу, даже на хай-блокчейне люди говорят, нам нужно сейчас крупные инвесторы институциональной компании, хедж-фонды, которые бы пришли и начали покупать здесь, чтобы цена взлетела, только они могут нас спасти. Я с этим не согласен. Чем больше таких институциональных инвесторов, тем хуже для этой экосистемы, тем более, что она становится менее децентрализованной, то есть она централизуется. И на самом деле многие из этих институциональных инвесторов, они достаточно пассивны. Вот если институциональный инвестор придет, например, в экосистему биткоина, и, допустим, они придут со своими разработчиками, допустим, софтуерными инженерами, они будут работать над продвижением, допустим, кода биткоина и не над улучшением, допустим, майнинга или что-нибудь будут развивать, тогда пожалуйста. Но если они просто приходят в качестве посредника, который взял, купил крупную сумму и начинают таким образом пытаться манипулировать эту экосистему за счет того, что у него сильная power, как называется, то есть есть вот эта доля, и он практически не разрабатывает эту систему, экосистему, я не вижу выгода от этих институциональных инвесторов. Тем более, что мы всегда говорили, что криптовалюта это альтернатива централизованному финансовому миру, где это практически экосистема для обычных людей, как я, как вы, например, это для нас, где нет вот этих банкиров и так далее. Так что вот это мое мнение. На самом деле я хочу сказать, что я лично работал в финансовых посредниках, то есть примерно за всю свою вот эту карьеру, то есть я начал работать в хедж-фонде, ну в 2006 и в 2007 году мы пока еще не знали о криптовалютах, тогда их не было. Мы вкладывали в акции, в real estate investment trust, bonds, то есть вот эти там всякие ценные бумаги. Потом я работал в валютном брокере и перешел в отделение криптовалютного брокера, также, если так могу выразиться. То есть я все время работал в финансовых посредниках. У меня на самом деле хорошее вспоминание, когда я там работал, и ничего против институциональных посредников у меня нет. Но я хочу сказать, что в криптовалютном мире, когда люди утверждают, что им нужна децентрализация, не нужно вот эти third parties, как везде написано в документе биткоина, и вдруг все время их потом пропагандировать и говорить, нам нужно вот эти институциональные инвесторы. Для меня это немножечко странно. Но это мое личное мнение, каждый уже для себя сам решает. Итак, друзья, у меня на самом деле на этом все. Пожалуйста, поделитесь вашим взглядом на эту тему в качестве комментария ниже этого видео. Я вам, конечно, всем желаю удачи на финансовых рынках, хорошего дня, с наступающим и до следующего обзора. С вами, как всегда, AdCryptSpa.